Как обычно, одни услуги подорожали больше, другие меньше. Например, стоимость холодной воды вообще не изменилась. Тариф на отопление вырос на 4%, электричество на 3,7%. А вот водоотведение подорожает с 1 июля на целых 22%. Напомню, водоканал вложил немалые деньги в новые канализационно-очистные сооружения, благодаря которым мы теперь сливаем в обе не обходы, а очищенную воду. Повышение произошло в силу того, что введены косы, кондиционно-очистные сооружения. То есть при защите тарифа ресурсно-обращающая организация предоставляет весь пакет документов в РСТ, после чего происходит так называемая защита тарифа. Несмотря на пугающую цифру, в рублях эти 22% будут выглядеть не так уж страшно, ведь один куб водоотведения подорожал всего на 8 рублей 31 копейку. Если ваша семья потребляет в общей сложности 10 кубометров воды, то вы станете платить с июля на 83 рубля больше. В департаменте ЖКХ подчеркнули, что речь идет именно о коммунальных услугах. Сюда не относится содержание, то есть уборка, а также текущий ремонт жилья. Всем этим занимается управляющая компания. Здесь мы с вами на тариф влиять вполне можем, поскольку утверждается он на общем собрании собственников. Конечно, с учетом пожеланий ЖЭУ.